Весокий уровень благополучия, спокойная жизнь и возможность приносить пользу своему народу. Это три жизненных ориентиров российской молодежи. 83% молодежи идентифицируют себя как граждане России. 76% хорошо знают историю своей страны. Почти столько же историю своей семьи. 91% молодых россиян считают, что поддерживать теплые отношения со всеми членами семьи важно. Такую статистику приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. То, каких побед достигают молодые казанцы, расскажем сегодня и мы. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Сегодня вы увидите. Это такой всероссийский проект, направленный на активных студентов, который призван поощрить студентов. Твой ход. Что повлияло на победу казанских студентов во всероссийском конкурсе? Новым лабораториям быть. Как организован процесс взаимодействия передовой инженерной школы с производством? Это будет очень классное портфолио, которое будет продвигать университет уже на новый уровень. На старт, внимание! Кто сможет воспользоваться университетской стартап-студией? Сейчас не так много вариантов лечения. Микровизикулы на макродело. Как сотрудник КФУ создает препарат от рассеянного склероза? Студенты Казанского федерального университета стали победителями всероссийского конкурса «Твой ход». Двое из них выиграли по одному миллиону рублей. Именно такую премию получила студентка Института филологии и межкультурной коммуникации Карина Захарова. Она вошла в тройку сильнейших участников форума. Достоина она и другой награды «Большого путешествия». Один миллион рублей получил также студент Института экологии и природопользования КФУ Максим Антонов. Еще шесть студентов стали обладателями других наград. Конкурс проходил при поддержке Министерства науки и высшего образования России «Росмолодежи». Организаторы – некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов. Как распорядятся своими наградами ребята и какие проекты им принесли победу, расспросила Эльвина Минобуддинова. Карине Захаровой 20 лет. Она учится на третьем курсе в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Ее направление – педагог с двумя профилями – английский и русский язык. Казалось бы, что необычного кроется в обыденной студенческой жизни. А то, что обыденность – точно не про Карину. В этом году студентка третьего курса стала обладателем гранта в миллион рублей. Стать финалисткой всероссийского конкурса Карине удается уже не впервые. Конкурс существует два года. Каждый раз участница показывает высокие результаты. В этом году ей удалось стать не просто финалисткой, но попасть в топ-3 лучших участников форума. Я долго думала о том, что же я хочу создать. И на самом деле я понимала, у нас в ВУЗ и ФМК очень много иностранных ребят учатся. То есть практически половина ребят иностранных ребят, половина ребят – российские ребята. И хотела создать такой проект, который бы объединял нас всех. Потому что была такая проблема, что ребята общались в своих группах интеркультурных. Не было межкультурной коммуникации. Проект Карины был создан в мае. Тогда она была на Алтае. Путешествие по республике – выигрыш участницы форума за 2021 год. Именно там, ровно год назад, она поняла, что хотела бы стать гидом и заниматься продвижением российского туризма. А в рамках форума «Твой ход» Карина поставила цель развить тему межкультурности внутри ВУЗа и пришла к идее создания клуба для иностранцев. Мы искали ребят по чатам, по ВУЗам, приглашали, кто хочет поучаствовать. Собирали вот такую команду участников, команду сообщества. И вот таким образом мы реализовали более 15 экскурсий по Казани. То есть мы много куда ходили. У нас был и Кремль, и Кул-Шариф, и очень многие другие места. И таким образом с помощью квестов, квизов, различных таких интеркультурных погружений в русский язык. Например, деревеньки Тугана-Вылым. Также у нас было погружение в татарский язык, в татарскую культуру, что довольно интересно было для ребят, например, из Китая. Ребята, иностранцы как-то больше погрузились в российскую культуру. И российская культура популяризуется, что сейчас особенно важно и актуально. Карина вместе со своей командой реализовывали более 15 экскурсий по Казани. Все они доступны в интерактивном формате. Разработали сайты, приложения. В нем иностранцы могут поиграть в игры о российской культуре и русском языке. Участники создали клипы, экскурсии и всевозможные группы в социальных сетях. Публиковали материалы о культуре Татарстана и других регионов. Публиковали большое количество таких интересных материалов, например, про культуру Татарстана, про культуру, например, народов Байкала, про культуру, например, народов, проживающих на Крайнем Севере. Что было очень интересно ребятам иностранцам узнать. Мы старались использовать такой вот русский язык, который очень легок был, чтобы ребята могли полностью погружаться в российскую культуру. Но если что-то было непонятно, как бы благодаря тому, что я знаю английский, я могла им всегда перевести все вот эти непонятные моменты. И поэтому, ребят, не возникало особых сложностей. Еще с 2018 года Карина занималась международным волонтерством. Помогала переводить экскурсии с русского языка на английский для иностранных журналистов. Благодаря конкурсу «Твой ход» и другим проектам Росмолодежи Карине удалось побывать в Калининграде и во Владивостоке. В этом году она стала обладателем и путевки, и миллиона рублей. Часть приза, по словам участницы, они с командой потратят на продвижение проекта. В их целях масштабировать и развить международный клуб по всем регионам России. Определяю, создаю, делаю. Так называются направления, так называемые треки всероссийского конкурса. В каждом из них свои условия. В «Определяю» нужно представить и защитить свою идею. Создаю, провести мероприятие. А в треке «Делаю» представить реализованные проекты. Направления конкурса самые разные. От экологии до патриотического воспитания. Но объединяет их одно – актуальность и значение. Карине удалось выиграть в каждом из треков. А вот студентка Института управления экономики и финансов Нургуль Сансызбаева учится на втором курсе магистратуры. Ее направление – природа, обустройство и водопользование. В конкурсе «Твой ход» ей также удается участвовать уже не впервые. Пройти финал в прошлом году Нургуль не позволил выпускной год в университете. Но уже тогда она стала обладателем путевки на Кавказ. В этом году Нургуль с командой представили два проекта в рамках направления «Создаю» и «Делаю». «Твой ход» – это такой всероссийский проект, направленный на активных студентов, который призван поощрить студентов за их активность, за их инициативы. Первый проект Нургуль и ее команды в рамках трека «Создаю» был направлен на тему кино. Участники решили провести сеанс синемологии, проанализировать фильм. Я со своей командой, с которой мы пишем проект, организовали мероприятие в экстрим-парке «Урам». И провели там синемологию. Мы анализировали фильм «Пиле», если вы смотрели, про футболиста. И к нам пришли футбольная лига, вот любительская. Ну и также все желающие горожане тоже могли посетить. У нас приходили просто там парочки, какие-то там взрослые люди, молодые. Очень такая вот аудитория была разношерстная, и из-за этого было, наоборот, интересно. Итог мероприятия – положительный. Множество откликов и желания посетить еще. Более того, мероприятие было освещено многими популярными СМИ Казани. Но синемология – не единственный проект «Нургуль» в рамках конкурса. Второй ее проект, не менее успешный, был посвящен экологии. Экология – это как будто бы необходимость. То есть я не чувствую, что вот я хочу этим заниматься. Я чувствую, что этим надо заниматься. И поэтому я стараюсь везде как бы говорить об экологии, стараться хоть приносить какую-нибудь лепту в эту сферу. Я хотела провести такой ряд мероприятий, которые будут отражать совокупность и полезности, и суперинтересности. Мы искали абсолютно новые какие-то формы мероприятий. Вот это мне очень нравится, какой-то симбиоз, искать из разных сфер и совмещать, и чтобы привлекать людей с разными интересами к одной проблеме – к экологии. «Нургуль» удалось провести ряд мероприятий. Одно из них прошло в мэрии. А в финале конкурса в Москве участница побывала в Министерстве природных ресурсов и экологии. «Самое главное, что я тут взяла, я увидела причастность и увлеченность Министерства своей темой, этой сферы. Я вижу, что они очень много действительно хотят, делают. Я была восхищена масштабом организации. Я была счастлива и рада увидеть представителей органов власти. Вот так вот, как мы с вами сейчас общаемся, то есть лицом к лицу я чувствовала, что уже стираются все границы, и можно обратиться напрямую со своей инициативой. Если ты хочешь, тебе дадут все условия, чтобы ты это сделал. Поэтому у меня прям действительно до мурашек пробирала сама атмосфера конкурса, что все делают для студентов, лишь бы чтобы человек мог реализоваться и мог помочь окружению и воплотить свои идеи, которые подразумевают пользу обществу, чтобы он эти идеи воплотил». Милана Кожина, студентка третьего курса Института международных отношений, тоже стала участницей форума. Ее проект посвящен тайм-менеджменту. «Я делала мероприятие, оффлайн-мероприятие. Оно называлось «Как перестать искать 25-й час?». Советы по тайм-менеджменту, потому что у меня много всего, и я подумала, что оно, наверное, будет полезно рассказать людям о том, как вообще все успевать, рассказать какие-то техники, лайфхаки». Милана отмечает, конкурс отличается высокой организованностью. «Даже если вы не выиграли, вам дают экспертную оценку, вам говорят, что вам нужно изменить, потому что, насколько мне известно на грантовых конкурсах, ну, вот вы выступили, вам сказали, что вы не прошли, и все, вам дадут фидбэк, не дадут, уже как получится. А здесь вам именно объясняют, что вам нужно изменить, что улучшить, что добавить в следующий раз. И то, что вот там несколько этапов, в каждом из этапов, каждый отдельный вот эксперт, он уже говорит, что поменять». Милана стала обладателем путевки, поездки в любую точку России. Участница признается, в ее мечтах посетить Сахалин или Кольский полуостров. Цель всероссийского конкурса «Твой ход» – помощь в профессиональной реализации студентов, содействие в их личностном росте. Форум стартовал в мае и завершился в декабре. Принимались заявки с мая по сентябрь. Защита проекта проходила на окружном этапе в октябре, а финал конкурса прошел с 12 по 17 декабря в Москве. Участники слушали лекции экспертов из разных сфер, взаимодействовали с ними, создавали групповые проекты и представляли их. Также были запланированы встречи с различными министерствами. В этом году более полумиллиона человек подали заявки на участие. Финалистами стали чуть больше тысячи, а победителями – 200 участников. В Набережных Челнах обсудили тему передовых инженерных школ. В Автограде прошло заседание Стратегического совета по развитию инженерного образования в КФУ. Это вопросы по работе «Киберавтотех», созданной на базе Набережно-Челнинского института. Передовая инженерная школа Казанского университета ориентирована на подготовку инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Еще одна задача – проведение прорывных исследований. Стратегический партнер школы «КамАЗ» в «Киберавтотех» занятия и исследования проходят с участием сотрудников автопромышленного гиганта. Стажировка для студентов организована на Челнинском предприятии. Члены совета запланировали закупку необходимого оборудования для экспериментальных лабораторий, опытных производств. Также в структуре инженерной школы появится новое образовательное пространство. Речь об университетской стартап-студии. Сразу в двух городах – Казани и Набережных Челнах – открылись необычные студии. Здесь студенты смогут получить реальный опыт проектной работы и принять участие в создании стартапов. Здесь молодым талантам помогут реализовать предпринимательский потенциал. КФУ отобран среди 20 российских вузов в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В число учредителей университетской стартап-студии вошли государственные структуры и КАМАЗ. Как будут работать студии и кто сможет обратиться туда? Мы поговорим с Булатом Запаровым, начальником отдела трансфера и коммерциализации технологий, заместителем директора по развитию Института управления экономики и финансов. Здравствуйте, Булатар Ильянович. Добрый день. Расскажите, что это за стартап-студия КФУ и кто в ней сможет работать? Начнем с того, что стартап-студия, хоть и называется университетской, там 4 учредителя – это КФУ, это КАМАЗ, это ФИОП, фонд инфраструктурных образовательных программ, это федеральная организация при Роснано, при Миноборнауке. И это наш республиканский инвестиционно-венчурный фонд. То есть такой достаточно серьезный пул интересантов, каждый из которых вносит свою ценность в работу стартап-студии. А как работа в ней построена, в этой стартап-студии? То есть туда приходят студенты и занимаются, либо наоборот туда приходят представители бизнеса и разговаривают между собой. Как построена работа? Вообще, когда мы слышим слово студия, перед глазами рисовываются образы чего-то похожего на медиапространство, связанное с телевидением, с творчеством, с культурой, либо это может быть что-то связанное с бьюти-сферой, я не знаю, или художественной какая-то, такая атмосфера. На самом деле это просто, скажем так, термин, который используется, общепринятый в мире. По большому счету это фабрика по производству стартапов. На сегодняшний момент стартап-студия, она, скажем так, на стадии формирования документальной базы, то есть вот уже пришли первые транши из федерации. В целом на три года там порядка 900 миллионов рублей финансирования на проекты, на управляющую компанию. Уже определен директор, это бывший руководитель IT-парка Казанского, Александр Борисов, очень опытный менеджер. Есть представители, продуктологи, люди, которые занимаются командой, из Красноярска, из Челнов, из Москвы, то есть достаточно такая мощная команда. Я сам являюсь членом совета директоров, мы со стороны университета немножко подсказываем, где можем, помогаем. Но в целом, отвечая на ваш вопрос, студенты могут приходить туда как со своими проектными идеями, с готовым бизнесом, так и по сути на работу. То есть если есть желание помочь с чужими стартапами, если есть желание интегрироваться в другие команды, то там заложено финансирование, и, мне кажется, это хорошая возможность студентам КФУ в первую очередь, в консорциум еще входят КАИ, Энерго и Иннополис, то есть такие кросс-институтские, кросс-университетские команды могут получиться. Мне кажется, вот если бы в бытность нашего с вами студенчества была возможность так немножко поиграться с проектами, немножко там интервью поделать, чуть-чуть там в лаборатории поковыряться, и не просто по мозгам получить, а еще и за это денежку там, да, в принципе, это интересно, на мой субъективный взгляд. Проверим эту гипотезу, насколько сегодняшним студентам хочется зарабатывать в стенах университета. Ну, я так представляю себе, что такой специализированный каворкинг скорее, да, куда могут прийти студенты. Но каворкинг у нас в понимании, что может прийти туда кто угодно, а здесь все-таки студенты в первую очередь. Я бы не стал привязываться к конкретной локации, потому что университет большой, вы как представитель руководящего состава понимаете, университет в цифрах, и, в принципе, мощности стартап-студии, они могут приземляться где угодно, чисто физически локализованы они в Челнах и в Казани, да, два офиса полноценных, и сказать, что это вот только какая-то лаборатория, или это только какой-то каворкинг, или, как говорят, коровник там, да, кто как интерпретирует. То есть работать можно где угодно, здесь не про то, что где находится стол или где находится там лабораторное оборудование, здесь больше про процессы, здесь больше про достижение продуктового результата и про то, чтобы студенты и их команды могли это монетизировать. Вот, кстати, про набережные Челны, почему было принято решение открыть еще один офис именно там? Вот, как я уже говорил, у нас есть четыре интересанта, и, на мой субъективный взгляд, самым главным здесь является все-таки КАМАЗ, потому что вот эта модель работы стартап-студии, в том числе с благословением руководителя региона Рустама Норгалевича Неханова, все-таки он приземляется именно в КАМАЗ, и технологический стэк, да, запрос на развитие продуктов, он идет, в первую очередь, от автомобильной индустрии, и все, что к нему комплементарно. То есть здесь IT, здесь робототехника, здесь всякая химия, да, которая может быть применена в автомобилях, и поэтому КАМАЗ, вот мы очень плотно с ними работаем, они заинтересованы в том, чтобы, в первую очередь, челны развивались как, не просто как моногород, да, как такое пространство... Агломерация. Да, где появляются стартапы, которые могут не просто быть получателями, там, каких-то субсидий, там, поддержки государственной, а в том числе, которые создают рабочие места, которые привлекают молодежь в челны, да, и, в принципе, КФУ это тоже интересно, потому что у нас есть там НЧИ, у нас есть своя площадка, на которой мы тоже хотели бы, чтобы это было не просто на бумаге, а действительно интересно, прибыльно и наукоемко. А вот вы обозначили 4 страны, да, 4 заинтересанта, а вот бизнес может ли включаться в работу в стартап-студии, другой, который сейчас, может быть, не входит в этот консорцию? Да, на самом деле вариантов очень много, то есть сейчас прорабатываются различные форматы вхождения, да, индустриальных партнеров, есть разные форматы участия бизнеса в стартап-компаниях, всех деталей, наверное, я как не представитель управления, я еще компанией раскрывать не могу, но в целом, насколько я понимаю, университетская стартап-студия открыта для коллаборации, и в том числе в плане шеринга IP, да, то есть распределение прав на интеллектуальную собственность разрабатываемых продуктов. Вот это наиболее интересный и вкусный с точки зрения университета пирог, то есть чтобы студенты не просто приходили и растворялись, да, в стартап-студии, а чтобы они оставались собственниками своего авторского права, там, интеллектуальной собственности, чтобы университет тоже был в этой долянке, там, скажем так, да, и чтобы бизнес, приходя с деньгами, он понимал, что он получает в ответ. Ну, это в завершении, да, что мы получаем в ответ. Есть ли какие-то KPI, может быть, потому что мы ждем от студентов, какой эффект мы должны от этого получить? Ну, смотрите, программа развития стартап-студии, она утверждена на совете директоров, все интересанты, все учредители знают, какие KPI выставлены, то есть там очень амбициозные планы, порядка 50 стартап-компаний, да, то есть это, если, как бы, слушатели когда-либо свои проекты развивали, они понимают, что там каждый проект, он сам по себе там жемчужина в ожерелье, а когда мы говорим о таком потоке задач, о таком большом конвейере проектов, стартап-проектов, это достаточно амбициозная задача, потому что тут задействовано очень много факторов неизвестности, в том числе связанных с рынком, и в этом плане будем надеяться, что за эти три года студенты, плюс управляющая компания, плюс вот учредители, они смогут всю эту кашу грамотно заварить, расхлебать, чтобы это все было в рамках закона, и все, все были довольны и радостны, и действительно мы получили классные продуктовые решения, вот это, что имеется в виду в плане амбиций, там, да, в плане реализации KPI. Если мы говорим глазами студентов, то по большому счету это беспрецедентная ситуация, когда есть возможность в рамках университета, не отходя далеко, там, куда, там, в М-видео, там, я не знаю, еще куда-нибудь, там, да, зарабатывать здесь и сейчас на своих знаниях, при этом можно вовлекать и своих научных руководителей, можно получать опыт от достаточно опытных рыночных наставников, да, то есть в этом плане такого в наше время не было. По большому счету сейчас есть заказ со стороны государства на коммерческие проекты, созданные руками студентов, и это бесценно, да, и это очень интересно, и я уверен, что по итогам трех лет мы с вами встретимся и подведем какие-то итоги, действительно, что созданы классные рабочие места, и возможно, что КФУ здесь будет не просто как учредитель, да, стартап-студии там или каких-то дочерних структур, а действительно это будет очень классное портфолио, которое будет продвигать университет уже на новый уровень. Ну и радует, что именно в десятилетия науки и технологии в России появляются именно такие проекты. Да, я уверен, что вот эти громкие тезисы, которые анонсируются с больших трибун про технологический суверенитет, они как раз за счет таких тактических проектов и будут реализованы, потому что, когда мы говорим о том, что, ну, давайте импортозамещать, мы не понимаем, что это такое, да, как это работает, а когда фактически появляется там в стенах университета адекватный смартфон или появляется какой-то робот, там, да, или появляется, не знаю, какая-то автомобильная технология, то вот мы своими руками можем потрогать, что да, это вот там студент физфака, там, или какой-нибудь студент инженерного института, сделал, да, пока это криво-косо, но это, в принципе, можно упаковать в красивый корпус, поставить на производство, и действительно там какой-нибудь тот же ICL, там, да, или на какие-то другие индустриальные партнеры, подхватят это уже в массовое производство и скажут, да, это ребята из КФУ сделали. Спасибо большое за интересную беседу, ну и удачи. Спасибо вам. Молодые исследователи находят возможность продолжать научную работу и через другие конкурсы, например, гранты Российского научного фонда. Об обладателях таких наград мы рассказываем в каждой программе. В этом году большое количество грантов досталось ученым, ведущим разработки в области химии, биологии, формации. Одна из них Екатерина Змеевская, младший научный сотрудник лаборатории индустриальная биофармацевтика Института фундаментальной медицины и биологии. Ее проект посвящен поиску клеточной терапии от рассеянного склероза. Это тяжелое, неизлечимое заболевание, при котором поражаются головной и спинной мозг, а также зрительные нервы. Врачи могут лишь облегчить симптомы болезни и тем самым продлить пациенту жизнь. Что взяла за основу препарата исследователь и при каких еще заболеваниях будущее лекарство сможет помочь, расскажем далее. Так, младший сотрудник лаборатории биомедицинских технологий Екатерина Змеевская рассматривает культуру лимфоцитов, иными словами, клетки крови. Их основная функция – бороться с различными заболеваниями. Мы визуально можем оценить, сколько их много или мало, живые они или доктаны, насколько они эффективно длинятся, все хорошо их себя чувствуют. Молодая ученая выращивает эти лимфоциты для своей дальнейшей разработки. Она хочет создать бесклеточный аналог клеточной карте терапии. Данный метод лечения основан на использовании собственных клеток пациента. У человека сначала забирают часть крови и выделяют из нее иммунные клетки. Затем уже в лабораторных условиях их генетически модифицируют и снова вводят в пациента. Обычно подобным методом лечат онкологические заболевания, а Екатерина Змеевская рассматривает аутоиммунные заболевания по типу рассеянного склероза. Моя разработка относится к сфере клеточной иммунотерапии. На данный момент я разрабатываю бесклеточный аналог клеточной карте терапии. Это иммунотерапия онкологических заболеваний. Но разработка, с которой мы выиграли грант, относится к аналогичной терапии аутоиммунных заболеваний, в частности, рассеянного склероза. Клеточная карте терапии в настоящее время является одной из многообещающих и быстро развивающихся отраслей медицины. Но у нее есть свои недостатки. Они связаны с тем, что в организм человека вводятся живые клетки, которые могут дать побочные эффекты. Чтобы решить эту проблему, Екатерина Змеевская разрабатывает визикулы. Иными словами, она хочет создать шарообразную упаковку, которая будет вырабатываться всеми клетками организма и переносить белки родительских клеток. Визикулы – это своего рода такой пузырек, который получается из целой клетки. Клетка окружена мембраной, и клеточная мембрана может как бы отщепляться и образовывать пузырьки, которые в себе могут содержать клеточное содержимое, которое свойственно для родительской клетки. Но также, например, туда можно добавлять какие-то дополнительные препараты. Использование визикул является более перспективным и непобочным методом борьбы с раком. Подобный способ уже начали применять во многих странах. Разработка ученых может помочь при терапии именно аутоиммунных заболеваний. Например, рассеянный склероз – частый диагноз, однако у него нет эффективного метода лечения. С этой темой Екатерина Змеевская решила поучаствовать в конкурсе от Российского научного фонда. Так она выиграла грант на дальнейшую реализацию проекта. Сейчас не так много вариантов лечения. Они не являются этиологическими, то есть они не воздействуют на саму причину. Они только сдерживают развитие симптомов и, по сути, просто растягивают время, которое пациент может прожить. Полученный грант молодая ученая планирует потратить на приобретение необходимых реактивов. С помощью них можно будет уже проводить опыты и ставить эксперименты. Адалина Абдрахманова, Эльвира Замалединова, Хафиз Гараев, КФУ, Итоги недели. Далее смотрите вторую часть программы «В ней немало интересного». Вы все с гордостью несете звание студента и будете нести звание еще лучшего студента. Лучший из лучших. Кто стал обладателем гран-при студент года КФУ. Важно, что Гончаров неоднократно бывал и в Казани. Автор трех романов и романтик-путешественник. Как Иван Гончаров вошел в историю русской литературы. Героем нашего времени назвали Казанский университет. КФУ стал лауреатом одноименной премии. Вузы отметили в специальной номинации «Гуманитарный штаб». Торжественная церемония награждения состоялась в новом IT-парке. В этом году была специальная номинация, которую создали для общественных объединений, образовательных организаций, собиравших вещи первой необходимости для вынужденных переселенцев из освобожденных территорий Украины. В рамках номинации наградили 11 предприятий, вузов и муниципальных образований, в их числе и Казанский федеральный университет. Так отметили работу волонтерского штаба, который собрал гуманитарную помощь жителям Мариуполя. Отдельно также организовал груз для республиканского проекта «Помощь рядом». О том, какие еще события из жизни университета и республики были на неделе, расскажем в дайджесте. В КФУ подвели итоги конкурса «Студент года». Победителей наградили в императорском зале. Награду вручил ректор Казанского университета Ленар Сафин. Овладателями главного приза, гран-при и статуса «Студент года КФУ-2022» стали студент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, уроженец Ирака Хусейн Амар Сафоудин Хусейн и руководитель студенческого спортивного клуба КФУ «Казанские йо-барсы» Никита Лихачев. Вы все победители, независимо, будет у кого-то эта премия или нет. Вы все с гордостью несете звание студента и будете нести звание еще лучшего студента года. Поэтому я только хочу пожелать вам удачи, но и несите также гордо звание студентов Казанского федерального университета и будьте достойны своей альбоматор. КФУ посетили иностранные журналисты. В состав делегации вошли шесть представителей СМИ из Армении, Вьетнама, Германии, Арабских Эмиратов, начальник отдела МИД России Надежда Сергеева и первый секретарь МИД России Галина Лаврова. По традиции гости республики побывали в музее истории Казанского университета. Впечатления у меня были, конечно, позитивные, потому что я не знал, что все такие знаменитые люди, они учились здесь, бывали здесь, поэтому мне на самом деле понравилось. В КФУ отметили победителей и лауреатов правового турнира школьников. Абсолютным победителем стала команда господа Головлёвы. За победу боролись представители нескольких районов Татарстана. Аксубайского, Алексеевского, Бугульминского, Кукмурского, Нижнекамского, Зеленодольского, Чистопольского, а также команды школьников из Москвы, Казани и Набережных Челнов. В Казани впервые прошли фиджитал игры среди студенческих спортивных клубов. Команды боролись за студенческий кубок Республики Татарстан в хоккей формате 3 на 3. Турнир прошел по инициативе студентов. Команда КФУ заняла третье место. Как дома, грубо говоря, в приставочку порубишься на льду, как в овертаме 3 на 3. И еще одно студенческое объединение стало обладателем городской премии. Специальную ежегодную премию имени Артема Айдинова завоевал студотряд «Вымпел». За что получили награду студенты. Мы поговорим сегодня с командиром отряда Маратом Сулеймановым. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте. Поздравляю с победой. И расскажите о премии, кому она вручается и кто мог претендовать на нее. Ежегодная премия имени Артема Айдинова проводится для студентских народных дружин, также для студентских отрядов безопасности, казанских вузов. А каковы были критерии отбора? Сколько отрядов было среди участников? Премия Артема Айдинова проводится в три этапа. Первый этап – это у нас заочный. В заочном этапе каждый отряд предоставляет портфолио. В портфолио предоставляются документы, в котором показываются достижения, успехи каждого отряда. Если там все хорошо, то мы проходим следующий этап. В этом году в премии принимало участие 12 команд. А кто представлял отряд на конкурсе? Какие этапы, вот как раз таки говоря, уже о втором и о третьем пришлось пройти? Вуз предоставляли студенты Института международных отношений Коргинов Даниил, Примаков Альберт, Пономарев Александр и Наталья Деревяшкина. Также студенты Института химии Евдокимов Артем, Кузьмин Роман. Ну и также студент Института филологии и межкультурных коммуникаций Батыров Исмаил. А говоря о этапах, второй и третий, что все-таки там? В втором этапе это был спортивный этап. Ну и третий этап это был интеллектуальный. Там интеллектуальный этап тоже делился на две части. Это что, где, когда и знание федеральных законов. А как вы готовились к турниру? Вот вы говорите, интеллектуальный этап был и спортивный. У нас тренировки проводятся в неделю каждый день, можно сказать. Мы ходим в тренажерный зал, ходим в бассейн, ходим в тир в нашем Униксе. У нас каждый день тренировка, особых каких-то подготовки. Программы не было. Мы как бы делаем, делали и предоставили. Показали себя в этом и, можно сказать, выиграли. А как вы думаете, чем именно ваш отряд отличился? Могу сказать, что другие вузы тоже очень хорошо выступили. Как я ранее говорил, этапов было три. Но наш вуз, наши ребята хорошо выступили по стрельбе, ну и также по интеллектуальному этапу. А вот как вы думаете, все-таки этот конкурс больше спортивный или больше такой интеллектуальный? Ну, могу сказать, что отчасти это спортивный. Все-таки там есть первый этап – это портфолио. Это тоже одно из важных этапов. Это тоже оценивается. Но второй этап – это у нас спортивный. Там мы соревновались в челночном беге, бег на один километр, бёрпи, планка, наклон с положения стоя, ну и отжимания на брусьях. Ну, основное – это тоже идёт на стрельба из спортивного оружия. Там мы очень хорошо выступили, ну и на интеллектуальном этапе. Там был большой разрыв. Наши ребята очень хорошо себя показали на знания федеральных законов, на что, где, когда. И мы оторвались, можно сказать, выше. До стратосферы. Это, я так понимаю, студенческий отряд безопасности, да? И как вне конкурса в жизни приходится отрабатывать вот эти знания? Мы каждый день тренируемся. Кроме этой премии Артёма Одинова мы участвуем на различных соревнованиях. И представляем наш ВУЗ в этих соревнованиях. Ну и также мы помогаем в обеспечении общественного порядка на территории деревни универсиады. Но и в организации проведения различных мероприятий нашей тематики в нашем ВУЗе. Давайте напомним зрителям об Артёме Одинове. Это боец комсомольской дружины. В 18 лет, будучи студентом Казанского ВУЗа, вступил в схватку с преступниками, но был убит. В честь него, названа улица в центре Казани, создана премия. Если изучить биографию Одинова, то понимаешь, что, несмотря на столь молодой возраст, он действительно был героем. А вы какие для себя критерии для членов вашего отряда можете выделить как главные? Ну, могу сказать то, что, в первую очередь, не быть равнодушным к окружающей себе среде. Помогать ближнему, друзьям. Ну и быть целеустремлённым, ответственным, ну и пунктуальным. Насчёт целеустремлённости, я в 2020 году был участником, вот, и я уже участвовал на премии Артёма Одинова как участник. Мы тогда заняли третье место. Вот, я поставил для себя цель, что на следующем году мы займём призовое место, потому что видел то, что этапы несложные, то, что можем занять первое место. И вот, в 2021 год мы заняли первое место, и в этом году точно так же заняли первое место. Подтвердили. А студентом какого института вы являетесь и кем планируете стать в будущем? Я являюсь студентом Института филологии и межкультурных коммуникаций. В дальнейшем я поступлю на магистратуру, ну и останусь, наверное, в годе преподавателем. А на кого учитесь? Преподаватель русского и английского языка. Большое спасибо за интересную беседу, ну и с победой! Спасибо большое! Тавант имеет то драгоценное свойство, что он не может лгать. Был уверен Иван Александрович Гончаров. Родился будущий писатель в тот же день, что и Александр Сергеевич Пушкин. 6 июня 1812 года в Симбирске. Рождение Ивана Гончарова совпало с одним из самых глобальных потрясений в истории России. Через несколько дней после его появления на свет началась Отечественная война. Французская армия под командованием Наполеона Бонапарта вторглась в Россию. Гончаров вошел в историю русской литературы как автор реалистического слова. Его три знаменитых романа начинаются с одной буквы О. Наиволее известен нам Обломов. Все три романа посвящены изображению дореформенной России. Не все знают, что Гончаров стал участником очень важной экспедиции. Она была снаряжена для установления политических и торговых отношений с Японией. Гончаров, который на борт фрегата попал в качестве переводчика и секретаря адмирала, позже написал цикл путевых очерков «Фрегат Паллада». Книгу сразу же стало крупным литературным событием. Гончаров путешествовал не только за границей. Например, он неоднократно гулял по горбатым улочкам Казани, как он сам это писал. Однако об этих фактах мало известно. Амир Ахтямов о самом первом романе Гончарова и как писатель оказался в нашем городе. Иван Гончаров – русский писатель, автор трех знаменитых работ «Обломов», «Обрыв» и «Обыкновенная история». И сегодня мы познакомимся с первой публикацией романа Ивана Гончарова «Обыкновенная история». Иван Гончаров увлекался чтением с раннего возраста. Уже в 15 лет он прочел многие произведения Карамзина, Пушкина, Державина и многих других. С самого детства у него появился талант к сочинительству и интерес к гуманитарным наукам. Расцвет его творческого пути совпал с важным этапом в развитии русской литературы. В 1846 году писатель знакомится с кружком Белинского. И уже в 1847 году в журнале «Современник» публикуется его произведение «Обыкновенная история». Отдел рукописи и редкий книг научной библиотеки Николая Лобачевского Казанского университета подобрали нам произведение Ивана Гончарова, которое называется «Обыкновенная история». Это произведение выпускалось в журнале «Современник» в Санкт-Петербурге в 1847 году. В типографии Эдуарда Пратца. Роман «Обыкновенная история» стал первым серьезным произведением писателя. Книга раскрывает изменения в характере и мировоззрении героя под влиянием жизненных обстоятельств и социальных перемен. В основе «Обыкновенной истории» лежат три темы. Первая из них – это романтика. Вторая тема посвящена купечеству. И третья тема – женщины в клетке условности того времени. Обыкновенная история – роман «Воспитание», повествующий о взрослении и разочаровании в собственных идеалах неискоренимого, как представляется в начале провинциального романтика Александра Адуева. Важно, что Гончаров неоднократно бывал и в Казани. Так, в 1834 году, после окончания Московского университета, он возвращался в родной город. И путь его лежал как раз-таки через Казань. В его некоторых очерках отражены и первые впечатления от этой поездки. Они позволяют составить определенное представление об уровне развития в стране, в Казанской губернии транспортного сообщения. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ. Итоги недели. Ежегодное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния – прошло на этой неделе. Теперь ночи постепенно станут короче, а дни – длиннее. Издавна этот день ассоциировался с возрождением. И хотя настоящая астрономическая зима начинается именно в день зимнего солнцестояния, но солнце, которое с каждым днем поднимается все выше, знаменует начало пути к весне. Уже на днях католики отпразднуют Рождество. А нам всем предстоит встретить Новый год. Тепло и весело отметить зимние каникулы. Одним словом, нас ждет череда приятных событий. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова